Итак, не боитесь ли вы потерять работу в кризис? Этот вопрос и не случайно. Мы задали Елене Доценко. Безусловно, потеря работы – это определенный жизненный кризис, история, которую нужно пережить и быть к этому готовой. Но бояться не следует. Нужно четко понимать, что ты силен в определенных сферах, будь в этом уверенным и, главное, чувствовать, что за тобой надежный тыл. Если есть семья, если есть те люди, которые поддерживают, друзья, которые любят, все это помогает пережить самую сложную ситуацию. В отношении сегодняшнего периода, когда сложные экономические условия могут создать ситуацию потери работы, безусловно, выживут те, кто силен духом, кто знает, ради чего он работает, какие цели перед собой ставит и выполняет свои профессиональные обязанности. Важно понимать, что ты работал честно, по максимуму и не забывал о людях. И, конечно, в это сложное время определенно трудоустроенными будут те люди, которые обладают уникальными специальностями, востребованными сегодня на рынке труда, и такими, которые являются носителями уникального знания, актуального сегодня. Те люди, которые получили профессию общего толка, менеджеры, да, придется тяжко, но нужно понимать, что если есть позитивный настрой, если есть крепость духа, если есть твердый взгляд вперед и улыбка, то все получится. Главное не потерять себя, это самое главное. А вот заголовки некоторых интернет-порталов. Этот кризис принесет еще две волны увольнения. Россияне ожидают сокращений на работе. Как правильно уволиться в кризис и будут ли увольнения в 2016 году? Не очень оптимистично. Такой точки зрения придерживается депутат регионального парламента Александр Диатлов. Вновь послушаем его точку зрения. Я считаю, что люди еще просто не осознают масштабов того, что происходит. Мы видим каждый день, какой курс доллара у нас становится. Мы понимаем, что правительство на сегодняшний день ничего с этим сделать не может по объективным причинам, потому что мы за 20 лет не смогли перестроить нашу экономику, и мы напрямую зависим от цены на нефть. Поэтому даже у нас уже в городе, в Архангельске, люди начинают, все компании начинают сокращать людей. Кто не сокращает сотрудников, те начинают сокращать зарплаты. Сегодня мне понравилось интервью Вагита Олег Первого, я его читал. Он руководит нефтяной отраслью с тех времен, еще с СССР, когда нефть была и по 9 долларов за баррель. И что он говорит, что делать в условиях кризиса? Он говорит, что путь один у всех компаний, это сокращать издержки. То есть это сокращать расходы, соответственно, это отказываться от всех инвестиционных проектов. То же самое придется делать и правительству. Они будут сокращать бюджетные расходы, отказываться, возможно, от строительства, например, дорог. То есть чтобы поддерживать ту инфраструктуру, которая на сегодня есть. То есть отказываться от всех дорогих проектов. Это будет вести к тому, что региональные бюджеты будут меньше поддерживаться из федерального центра. И им тоже придется сокращать свои расходы. Соответственно, работы просто будет меньше. Компаниям, что такое строительная отрасль? Это компании, которые постоянно имеют машины, они имеют людей. Это постоянные расходы, за которые надо платить каждый день. И если они не будут иметь заказов, им придется сокращать людей, которые у них работают. То же самое это будет касаться и нефтяников. Они уже об этом говорят. Газпром сокращает инвестпроекты, соответственно, тоже уже сокращает сотрудников. То есть это будет такой глобальный процесс, который будет касаться всей страны. И это не будет как раньше, что ты уволился из одной компании и пошел, устроился в другую. Поэтому просто на сегодняшний день это еще не приняло такой глобальный масштаб. Вот в течение этого года вот эта ситуация как раз будет ухудшаться. И я думаю, что как раз здесь власти надо будет думать, как нам из этого выходить. Потому что количество безработных, оно у нас будет, к сожалению, я считаю, я думаю, что оно так и будет происходить. Оно просто будет расти по объективным причинам. Потому что всем компаниям придется сокращать свои издержки. У нас, наверное, будущий год у нас тоже будет сокращение депутатов областного собрания. Просто количество людей придется сокращать. И мы об этом уже давно говорим. Другое дело, что не нашли пока оптимальный вариант. Я, например, предлагал вообще 30 человек оставить в областном собрании. Это было бы достаточно. У людей есть другое мнение. Обсуждалась цифра там 40 человек. Но в любом случае вопрос о сокращении стоял. Сегодня администрация области сокращает 10% чиновников. То же самое это будет происходить во всей стране. Поэтому в любом случае такие сокращения будут идти. Субтитры создавал DimaTorzok